Угу Значит продолжим сцену Итак Выяснилось, что может сделать солнечный луч душой человека Но солнечный луч потух Мороз крепчал и начинал пощипывать зонор Сумерские густели, газ бреснул из магазинов и лавок И дальше, поравнявшись с кондитерской Миллера Я вдруг остановился как вкопанный И стал смотреть на ту сторону улицы Как будто предчувствовав, что вот сейчас со мной случится что-то необыкновенное И в это самое мгновение на противоположной стороне Я увидел старика и его собаку Вот здесь первый раз у нас появляется фамилия Миллера Причем она сразу появляется в притяжении с кондитерской То есть Миллер по-немецки мельник И он кондитер Вот, а Смит по-английски Кузнец Совершенно верно То есть смотрите, нам уже здесь истяжение вот этого, да, Миллер и кондитерская Дают понять, что фамилия тут тоже вообще не просто так Потому что не Смит, допустим, у нас Владелец кондитерской А Миллер и Вокса старик А совсем все наоборот Все как бы чему-то соответствует Вот И вот он видит старика, да И дальше опять он подчеркивает И обращает наше внимание на то, что требуется наше внимание Опять вот эти маркеры Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось от какого-то неприятнейшего ощущения И я сам не мог решить, какого рода было это ощущение И вот нам сейчас надо понять, какого рода было это ощущение Потому что ощущение это довольно многообразное И дальше опять Я не мистик Да, то есть вот это вот нагнетание Все того, что сейчас будет что-то необыкновенное Сейчас будет что-то необыкновенное Нам это сказали 150 раз Вот Мы Вот Как очень хорошо Марина сказала Да, перед в конце Ну я же вот это все читал, но я не знал, что это так Да И вот почему Тут тоже надо сказать Да, почему мы все это читаем И почему нас это не цепляет Опять-таки Это вот эта вот наша способность Схватывать Самый внешний слой реальности Потому что это базовая характеристика человека Вот Мы 100 миллионов лет там Жили на том, что нам нужно Схватить максимально быстро И сразу среагировать Иначе мы все умрем Потому что уже из этого куста Вылез большой динозавр И все Мы не успели То есть нам нужно было именно схватывать то Что в искусстве будет сюжетом Вот Вот этот вот самый как бы верхний слой Вот это движение И мы на нем и концентрируемся всегда И в жизни, и при чтении Вот И собственно все искусство На самом деле И искусство в том числе Как идея передачи Глубокого знания И идея передачи Тайного знания Потому что Вся эзотерическая Линия Допустим Европейской литературы Она построена тоже на том Что передаются образы Учение передается образами То есть это Оно передается Не дискурсивным И не рассуждением А на основе искусства Образы вообще возникают В сопровождении Любого религиозного культа Потому что Это вот этот самый опыт Который не всем доступен Или который не доступен По дефолту Любому человеку В любом состоянии В любое время Да Для того чтобы там что-то увидеть Нужно быть Нужно настроить Первое Да Нужно быть кем-то уже На определенном уровне Своего внутреннего развития Нужно настроиться И очень часто Нужно оказаться То есть в каком-то времени Да и в каком-то месте Для того чтобы это воспринять И вот это вот самый опыт Который нужен всем А доступен немногим Потому что не совпадают Все вот эти параметры Или совпадают достаточно редко Он и передается Искусством Прежде всего Возникшим вокруг культа Как его сопровождение Потому что Это технические способы Передачи того Что есть культ Вот искусство Это именно Я понятно говорю Вот если тут есть вопрос Скажите Вы спросите То есть почему Еще Достоевский говорит О самой сердцевине искусства Когда он говорит Вот об этих способах Передачи опыта От одного человека К другому Непосредственно Да Нужный для течения жизни Но это одновременно Главная и единственная задача Искусства Передавать вот этот вот опыт Вот То есть это То что выстраивает Вот это как бы Человеческое бытие В правильном смысле Вот Но это еще и то Что делает искусство То есть здесь вот Это история писания текстов И история вот этого всего Это не две истории Это одна история Вот И вот Почему еще я сказала Да про эзотерическое знание Которое таким образом Сохранялось Именно потому Что для того Чтобы воспринять Что-то сверх Поверхностного Сверхсюжета Нужно Нужно Остановиться И посмотреть Специально Нужно зафиксировать Своё внимание Нужно Так сказать Запустить вот этот вот Процесс понимания И очень легко И очень легко Сохранять любую тайну В образах Потому что Столь Вообще Запустить Весь этот процесс Понимания Может только человек Который Во-первых Знает Что его надо запускать А во-вторых Он к этому Хотя бы минимально Подготовлен Поэтому Алхимики Допустим Которые Напишут Свои Многочисленные Тексты Все говорят Что там Ничего не понятно И ерунда Какая-то написана Там написан Вот этот ряд Образов Которые Любому практику Который только Начинал об этом Задумываться Совершенно ясны Или во всяком случае Он может их Интерпретировать Определенными Рядами смыслов Вот То есть Это Когда этим пользуется Кто-то Кто хочет что-то Сохранить Вне доступа Для кого-то То он как раз Опирается на эту Нашу склонность Просчитывать Только верхний слой И максимально быстро Проходить Мимо всех значений Вот Поэтому Никто ничего не таит Ни книжки Ни изображения Ничего Все прекрасно знают Что это и так От всех закрыто Вот этой Человеческой Просто Неспособностью К чтению Вот От нас Ничего прятать Не надо Мы сами Ничего не увидим Вот И Собственно Это был Как бы Первый этап Воспитания Человека Да Потому что Для того Чтобы понимать Определенный смысл Нужно Дорастить себя До определенного Уровня Вот Нужно Прибыло Прежде всего Дорастить себя До способности Воспринимать образы И связывать их Между собой Вот Это первый этап Который Как бы Который вообще Впускал Словеков знания Остальным Не надо Причем Заметьте Да Это не там Не сидит Где-то Как компания Там И решает Этого Допустим Этого Там Не допустим Это Еще Пускай Походит Куда-нибудь А вот Просто Если Ты Дорос Ты Прочтешь Если Ты Даже Никогда Не задумался И не Дорос Ты Пройдешь Так Жем И Все А так Все Заборе Напис Собственно Да И поэтому Для того Чтобы Просто Читать Все Искусство Это Послание Нам Вот Как Достоевский Определяет То Для чего Он Вообще Пишет Еще В 17 Лет Да Он Пишет Да Что Как бы Моя Вот Что Подогревает Меня Какое Ощущение Подогревает Меня Когда Да Я вот Думаю О том Что Я Буду Сварить О Том Что Когда То В Какой То Момент Другая Душа Тоже Выбьется Да Вот На Свет Из Этого Мрака Идя За Мной Следом По Тому Пути Который Я Проложил Вот То Есть Любой Художник Тот Кто Протягивает Руки Следующим Временам Вот А Да Но Но Рука Она Не Схватиться Да Иначе Не Выживаем Человек Отличается Собственно Именно Тем Что Он Перестал Выживать И Поэтому Обращайте Внимание Только На ту Информацию Которая Нужна Для Выживания То есть Он Перешел Уровень Уровень И Начал Смотреть На мир Как На мир Символов Вот Тогда Возникает Вот Эта Идея Опять Так Очень Христианская Идея Мира Как Еще Одного У Человека Многие Кто Говорили Христианские Святые И Христианский Писатель Что У человека Есть Два Откровения От Господа Первый Это Библия А Второй Это Мироздание Где Вещи Это Слова Господа Обращенные К нам И Эту Книгу Тоже Нужно Уметь Читать Вот Человек Начинается С того Момента Когда Он Начинает Читать Реальность А Не Быть Одной Из Деталей Реальности Вот Дальше Да Вот Нас Останавливает Останавливает Замедление Внимание Мы Видели Да Уже Как Происходит Я Не Мистик В Пречувствии Гадания Почти Не Верю Однако Со Мною Как Может Быть И Со Всеми Случалось В Жизни Несколько Происшествий Довольно Необъяснимых Например Хоть Этот Старик Почему При Тогдашней Моей Встрече С ним Я Тотчас Почувствовал Что В тот же Вечер Со Мною Случится Что-то Не Совсем Обыденное Пожалуйста Вот Это Последнее Предложение Оно Сплошь Построено На Указательных Словах Время Стоим Как Будто Такое Ощущение Что Читатель Особенно После Того Может Быть Со Всеми Вот Он Уже Указывает На Знакомые Вещи Вот Этот Старик Тогдашняя Встреча Как будто Мы знаем Что Это Была Встреча Тот Час И В Тот же Вечер Сплошные Местоимения Но Мы И Знаем Из Всего Того Что Мы Читали Три Часа Пол Пол Второй Страницы В принципе Мы Из Этого Уже Знаем То Понятно На Что Нам Показывают Пальцы Но Ваше Замечание Насчет Указательных Местоимений Изумительно Хорошо Потому Что Это Тот Момент Когда Действительно Рассказчик Перестает Рассказывать Как И Начинает Показывать То Есть Он Говорит Смотрите Да Смотрите Смотрите И Нам Надо Поменять Как Б Хотя Б Уже В Этом Моменте Способ Усприятия Текста Потому Что Текст Запишется Слав Вот Как Мир Это Слова Которые Выражены Вещами Да Так Текст Это Вещи Которые Выражены Словами Для Того Чтобы Это Слова Для Того Чтобы Мы Увидели Вещи А В них Уже Увидели Слова Другого Порядка Вот И И Вот Здесь Начинает Работать Вот Это Вот Показывание Да Смотрите Смотрите Теперь Смотрите Итак Смотрите Старик Своим Медленным Слабым Шагом Переставляя Ноги Как будто Палки Как будто Не сгибая Их Помните Что мы Уже Вчера Говорили Да О том Что Возникает Образ Чучела Как будто Вот Вот Откуда Начинается А там Еще Все Время Будет Слово Машинальное То Есть Не Только Чучело Какое Вот Вот Именно Что Да Вот Вот Это Вот Созданное Из Палок И Жизнь Мою Не Встречал Я Такой Странной Нелепой Фигуры И Прежде До Этой Встречи Когда Мы Сходили С Нему Миллер Он Всегда Болезненно Поражал Меня Его А мы Еще Помним Что Все Происходит На Вознесенском Проспекте Его Высокий Рост Сгорбленная Спина Мертвенно 80-летнее Лицо Старое Пальто Разорванное По швам Дальше Изломанная Круглая 20-летняя Шляпа Там Окей Не буду Сейчас Прикрывавший Его Обнаженную Голову На которую Целел На самом Затылке Клочок Уже Не седых А белых Желтых Волос Все Движения Его Делавшиеся Как-то Бессмысленно Как будто По заведенной Пружине Это даже Не механизм А это Вот Буквально Да Вот Это Вот Ну То есть Механизм Но Самый Примитивный Когда Пружинку Закрутили Да Вот Ключиком Вот Она Пока Распрямляется Происходят Какие-то Движения Все Это Невольно Поражало Всякого Встречавшего Его В первый Раз Действительно Как-то Странно Было Видеть Такого Отжившего Свой Век Старика Одного Без Присмотра Тем более Что он Был Еще Интереснее Похож На Сумасшедшего Убежавшего От Своих Надзирателей Вот Смотрите Что у Нас Здесь Происходит У Нас Дальше Происходит Вот Это Буквально Такой Уже Даже Запредельно Настойчивый Уже Навязчивый Почти Надоедли Вот Этот Взлом Реальности Да Вот Все Не так Как Это Должно Было Быть Все Ничему Не Соответствует То есть Как бы По идее Если Это Как Обращение Читатель Да Забудьте Обо Всех Ваших Презумпциях И Смотрите Смотрите Что Вообще Сейчас Тут Будет Сейчас Поймем На Что Нас Так Нас Призывают Смотреть Значит Да Поражала Меня Также Его Необыкновенная Худоба Тела На нем Почти Не Было Как Будто Кости Его На Кости Его Была Наклеена Только Одна Кожа Чучело У нас Появляется Да Дальше Большие Но Тусклые Глаза Его Вставленные В Какие-то Синие Круги Смотрите Ну По-другому Можно Как-то Сказать Да Если Человек Вокруг Глаз Синева Вот А Это Действительно Какое-то Очень Странное Существо Которое Явно Собрано Из Всяких Разных Вещей Да И Глаза Еще Вставленные В Какие-то Синие Круги Всегда Глядели Прямо Перед Собой Никогда В Сторон И Никогда Ничего Не Видя Я В Этому Уверен Он Хоть И Смотрел На Вас Но Шел Прямо На Ваш Как Будто Перед Ним Пустое Пространство А Вот Это Еще Интереснее В силу Того Что О чем Мы Уже Говорили Да То Это Человек Который Вдруг Помимо Всего Прочего Перестал Ощущать Вот Эту Базовую Нашу Наши Базовое Знание Да Если В Этому В Этой Точке В Этот Момент Находится Тело То Занять Ее Уже Никто Не Может Да Устройство Нашего Мира Таково Что Тело Вытесняет Другое Тело Из Любой Точки И Пространства А Он Перестал Это Воспринимать Он Идет Как Бо Туда Где Есть Кто Как Будто Он Тоже Туда Может Поместиться Так Я Несколько Раз Это Замечала Это Он Подчеркивает Да Что Идет Так Как Будто Перед Ним Пустое Пространство У Миллера Он Начал Являться Недавно Неизвестно Откуда И Всегда Вместе С Своей Собакой Никто Никогда Не Решался Сем Говорить Из Посетителей Кондитерской Он Сам Ни С С Кем Из Них Не Заговаривал И Зачем Он Таскается К Миллеру И Что Ему Там Делать Думал Я Стою По Другую Сторон Улицы И Непреодолимо К Нему Приглядываясь Какая Это Непреодолимо К Нему Приглядываясь То Он Прямо Как Будто Его Вовлекает Причем Даже Не Куда Туда Прямо В Этого Старика Вот Какая Еще Одно Разрушение Привычных Границ Закипало Во мне А в чем Он Думает Продолжала Я Про себя Смотрите Какие Вопросы Он Начинает Задавать Когда Эти Болезни Усталости И все Прочее Слава Вот Эти Границы А в чем Он Думает Что У него В голове Да И Думает Ли Еще О чем Нибудь То Он Буквально Пытается Войти В Пространство Его Мысли Которые Для нас Как бы Изолированы Я не знаю Я не знаю О чем Он думает Он же Другой Я не могу Залезть В его голову А вот Тут Именно Вот Это Сламывается Все Эти Вещи Которые Разламывали Для нас Границы Реальности Многочисленные Они Для того Чтобы Стало Возможным Вот Вот Лицо Его До того Умерло Опять Что Уж Решительно Ничего Не выражает И Откуда Он взял Ту Гадкую Собаку Которая Не отходит От него Как будто Составляет С ним Что-то Целое Неразъединимое И Так На него Похоже Об этом Мы с вами Уже Говорили Да Вот Эта Целая Неразъединила Потому что Они Двое Держатся Только Вот Этим Напряжением Однажды Бывшей Любви А Ее Консервация Этой Несчастной Собаке Кажется Тоже Было Лет Восемьдесят Да Это Непременно Так И Должно Быть Во-первых С виду Она Была Так Старая Как Не Бывают Никакие Собаки А Во-вторых Отчего Мне С первого Раза Как Я Ее Увидел Тут Пришло В голову Что Эта Собака Не Может Быть Такая Как Все Собаки Что Она Собака Необыкновенная Что В ней Непременно Должно Быть Что Фантастическое Заколдованное Что Это Может Какой Нибудь Мефистофель В собачьем Виде И Что Судьба Ее Каким Таинственными Неведомными Путями Соединена С Судьбой Ее Хозяина То Во-первых Собаке Отличает Дух То есть Собаке Явно Присутствует Дух Чего-то Да Что Ну вот И во-вторых Что Сразу Ощущается Да Что Она Просто И возраста Хозяина Уже Да И все Он Не может Существовать Отдельно От нее И что Судьба Ее Какими-то Таинственными Неведомными Неведомыми Путями Соединена С Судьбой Ее Хозяина Они Единое Целое Они Составляют Собственно Вот эту Прошлую Любовь А дальше Смотрите Еще Интереснее Глядя на нее Вы бы Тотчас Согласились Что Наверное Прошло Уже Лет Двадцать Как Она В последний Раз Ела Перед Этим У нас Была Двадцатилетняя Шляпа Которая Обломалась Как Последний Раз Двадцать Лет Что-то Такое Происходило Что Собака Ела А шляпа Была Еще Новая И Вообще Конечно Это то самое Бегство Вот То самое Бегство Вот с князем Дочери Да Судя По всему Роза Которая На котором Вот Жизнь Остановилась Все Причем Кажется Да Опять Таки Ну Кажется Что Это Просто Плохой Стиль Потому Что Ну Как По-дурацки Говорит Шляпка Обломана Двадцатилетняя Почему Двадцатилетняя Собака Двадцать лет Не ела Да Можно Как-то Изящнее Все Это Сказать По-другому А для Него Важно Подчеркнуть Вот этими Вот Как бы Изломанными Отчасти Фразами Что Здесь Что-то Происходит Важное На что Надо Обратить Внимание И что И то И другое Произошло Двадцать лет Назад Вот То есть Это не то Что Он Подбирает Эпитеты Для Описания Картинки А он Здесь Нас Абсолютно Чутко Отсылает К Определенному Времени Когда Собственно Вот Эта Пара Возникла И Когда Она Возникла Именно Они Как Боже Мертвые Оба Вот А Жива Только Жива Только Вот Это Чучело Любви Вот И дальше Да Худа Она Была Собака Как Скелет Или Чего Же Лучше Как Ее Господин Шерсть На ней Почти Вся Вылезла Также На хвосте Который Висел Как Палка Всегда Крепко Поджатый Длинноухая Голова Угрюмо Свешивалась Вниз В жизнь Мою Я не Встречал Такой Противной Собаки Вот Здесь Подчеркнуто Еще раз Очень Отрицательная Воздействие Которое Эта пара Оказывает На Испринимающего Оно Там Многократно Подчеркнуто Это Что-то Причем Очень Противное Опять-таки Слово Как бы С внутренней С внутренней Формой Со Смыслом Вполне Ясным Которое Заключается В привычное Нам Поверхностное Выражение Противное То Что Против Меня То Что Противно Моей Натуре Вот То Что Не Соответствует Да Моей Природе И тому Восприятию Которому Я Привык Что-то Вторгается Что-то Мешает Что-то Ее Нарушает Потому Что Собственно Что Они Такое Представляют В качестве По отдельности В качестве Этих Ладони Обрамляющих Хлопок Связь Любовь Они Чистое Выражение Границ Не Есть Они То Что Не Может Ни Чем Войти В Коммуникацию Потому Что Они Вот Это Заключили В себе И Все Я Понятно Сейчас Говорю Да Вот То То Есть Они И Это С одной Стороны Высшее Выражение Вот Этого Состояния Чего На Земле Последнее Как А с Другой Стороны Самое Противное Человеческому Сердцу Человеческой Природе Что Может Быть Вот Да И дальше И походка И весь Вид Чуть Не Проговаривали Тогда С каждым Шагом Стар Это Мы Господи Как Мы Стар Помню Мне Еще Пришло Однажды В голову Что Старик И Собака Вот Дальше Пойдут Просто Целый Ряд Тем Для Так Возможных Докладов Потому Что Достоевский Здесь Очень Массировано Дает В рецидентную Литературу Вот И Каждый Раз Это Не Случайно Вот И Это Можно Просто Взять И Сесть Текстом Названного Одного Из Названных Здесь Произведений Из Романа Достоевского И Понять Что Вообще Происходит Я На Одном Маленьком Примере Потом Покажу Как Оно Страивается И так Дальше А Вот И Гофмана И прочих Уж Вам Говарни Разгуливают По Белому Свету В виде Ходящих Кофишек Изданий Я Перешел Через Улицу И Вошел Вслед за Стариком В Кондитерскую И Дальше Описывается Вот это Вот Положение Старика Который Приходит Как бы К людям Постоянно Приходит В Эту Кондитерскую Но Он Уже Никак Не Способен Вступать Ни В Какое Взаимодействие То есть Он там Просто Садится Да И Потом Даже Возникнет Подозрение Что Он И Ходил Туда И Сключительно Чтобы Погреться Да Погреться Чем То ли Тем Теплом И Светом Которые В принципе Есть Здесь Или Вот Теми Все-таки Лучами Которые Доходят От Человеческого Вот Этой Вот Общности От Идеи Человеческой Общности Вот Как-то Как-то Попитаться Но Со своей Стороны Он уже Ничего Не может Открыть И Предложить Встречный Вот И Вот Он Садится На Стол Заметьте Куда Он Садится На Стол Но Он Садится На Стол Прямо К Печке Да Подходит И Вот Тут Уже Тоже Когда Мы Знаем Уже Из Дальнейшего Что Он Смит Мы Понимаем Что Тут Уже Очень Интересная Композиция Разникает Потому Что Он Приходит К Мельнику Который Тоже Использует Печь На Совсем Другом Смысле Мельник Использует Печь Для Того Чтобы Производить Хлеб Который Все Время Едят То Что Постоянно Воспроизводится Что А Печь Кузнеца Это Горн Кузнеца Огонь Кузнеца Это Огонь Творца Это Как Первоначальный Огонь Вот Но Он Туда Идет И Садится К Печи Да У него Несколько Дней Было Нетоплено Когда Приходит Раскадщик Вот У него Там Судя По всему Давно Нетоплено Да Он И не Может Уже Этого Огня Никак Возродить Да Вот Этого Вот Этого Внутреннего Вот Этого Творящего Вот Этого Да Своего Вот Он Приходит К этому Огню Повседневности Для того Чтобы Еще Как-то Вот Вспомнить О том Что Да Что Он Такое Вот И Вот Да Он Медленно Усаживался Снимал Шляпу И Вот Оставался Неподвижен В течение Трех Часов Сейчас Я хочу Дойти До Того Момента Потому Что Тут На самом Деле Все Важно Важно В том Числе И то Что Он Да Не Берет В руки Ни Одной Газеты Не Произносит Ни Одного Слова То есть Буквально Контакт Никак С этим Миром Уже Не Не Работает Вот И вот Собак Укладывается У его Ног Да Втыкает Кстати Очень Хочу Заметить Что Очень Прямо Натуралист Натуралист В смысле Наблюдения Натуралиста У Достоевского Описания Как Ложится Собака Как Старый Собачник Говорю Вот Вот Абсолютно Именно Так Все Это И Происходит С одной Стороны А с другой Стороны Мы Потом Мы Что Увидим Да Она Ложилась И тоже Оставалась Неподвижной Во весь Вечер Точно Умирала На это Все Время То есть Они Как Б Приходят Вот Туда Где Жизнь Да Но Приходят Для того Чтобы Спокойно Побыть Мертвыми Что В этом месте Вот И дальше Буквально Да Он и Описывает Казалось Эти два Существа Целый день Лежат Где-нибудь Мертвые И как Солнце Вдруг Оживают Единственное Для того Чтобы Дойти До Кондитерской Миллера Там Выполнить Какую-то Таинственную Никому Неведомую Неведомую Обязанность Обязанность Тоже Состоит В том Что Вот Собака Ложился И умирает Еще разочек Вот То есть Это Какое-то Вот Это Вот Регулярное Смотрите Оно Какое-то Циклическое Закономерное Очень Да Вот Такое Вот Тоже Подвержено Вот Этому Механическому Ходу Как бы Неизменно Закономерно Вторжение Смерти В жизни Вот И Дальше Насидевшись Старик Вставал Брал Свою Шляпу И Шел Куда-то Домой Вот Посетители Ночились Его Обходить То есть Такое Вот Место Вокруг Него Возникает Такое Мертвое Пространство Все Время Вот А дальше Он Описывает Вот Этот Вот Как Раз Быт Вот Этот Вот Мир Который Происходит Вот Вращение Повседневности Да И он Тоже Совсем Гокмановский Отчасти У Миллера Вообще Наблюдалась Патриархальность Часто Хозяин Подходил К знакомым Гостям Садился Вместе С ними За стол Причем Осушалось Известное Количество Пунша Собаки Маленькие Дети Хозяина Тоже Выходили Иногда К посетителям Посетители Ласкали Детей Собак Все Все Были Между Собак Знакомы Все Взаимно Уважали Друг Друг Когда Гости Углублялись В чтение Немецких Газет За дверью В квартире Хозяина Трещал Августин Наигрываемый На дребезжащих Фортеплянах Старшей Хозяйской Дочкой Белокуренькой Немочкой В локонах Очень Похоже На белую Мышку Вот Белую Мышку Надо Очень даже Посмотреть У Гоффман А вообще Что мы Здесь Видим Мы Видим Как раз Нарушение Разрушение Всех Приличных Заведению Границ Потому Что Нет Вот Этого Деления На Хозяев И Посетителей Нет Вот Этого Прилавка Который Строго Разделяет А есть Наоборот Вот Это Постоянное Совмещение Пространства Это Какое То Тоже Очень Семейно Место Где Все Сливаются И Он Именно Туда Приходит Он Больше Никуда Не Ходит То Есть Это Место Где Одни Не Отделены От Других Где Вот Эти Вот Социальное Разделение Привычные Они Не Работают И Все Гладят Чужих Детей Которые Не Чужие Собак Которые Тоже Не Чужие Вот И Где Вообще Эти Дети Собаки Еще Вместе Что Для Него Тоже Очень Важно Потому Что Для Него Вот Собака Это Просто Оставшаяся Часть Дочери С ним Да Потому Что Без Дочери Собаки Уже Не Было Бо В Живых Так Вы Помните Она Ее Дважды Спасла Эту Собаку Потому Что Сначала Она Ее Выкупила Да У Детей Которые Тащили Топить Вот А Потом Еще Собака Обиделась И Убежала На Плохие Слова Вот И Все Таки Он Ее Нашел Да Тоже За Большие Деньги Мы Ее Назад Вернули Вот Тогда Уж Тогда Уж Ее Все Полюбили А Собака И Правда Оказалась Необыкновенная Потому Что Собака Артист Художник В Неком Смысле То Во Всяком Случа Да Во Всяком Случа Актер А Что Она Там Ружье Умела Делать Детоль Умела Делать Ружье Да Там Была Такая Штука Насколько Я понимаю Потому Что Я Тоже Тогда На цирке Не очень Собака Умела Становиться Под Ружье То Это Как Часовой Вот Спасибо Большое Она Вот Так Вытягивалась На задних Лапах Вот Так С Передними Становясь Под Ружье Вот 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 В этом Смысле То есть Смотрите Она Себя Она Умеет Себя Вести Как Человек В разных Ситуациях Которые Там Нужны То есть Это Какая-то Собака Которая Спасенная От Смерти Которая Существует Только Благодаря Дочери И так Далее И так Далее И вот А осталось Стоять Уже Почти Ничего Не осталось Сейчас Там Много Чего За ней Было А уже Ничего Почти Не осталось И вот Он Ходит Туда Где Еще Эти Дети И Собаки Вместе Вот И дальше Еще Интересно Так Тут Опять Приходится Пропускать Много Но Смотрите Опять Таки Газеты Газеты Зачем То Он Делает Акцент На Газетах И Значит Они Все Читают Курят И Только Изредка В полчаса Сообщают Друг Другу Отрывочные В полголоса Какую Нибудь Новость Та Из Франкфурта Или Какой Нибудь Вис Или Шарфзин Знаменитого Немецкого Остроумца Сафира Вот Сафира Этого Я Посмотрела Специально Потому Что Вряд Ли Кто До Него Наверное Доберется Да И Вот Те Которые Фразы Это Там Выходит В 20 Что Ли Году Целое Издание На русском Тоже Его Всяких Шуток И Острот Вот И вот Например Прямо Первое Что я себе Выписала Вспоминаем Про Собаку Которая Которая Почти Человек И делает Тоже Что Человек Актер Это Говорящая Труба Из Плоти И Костей Через Которую Автор Обращается К публике Это Одна Из Астров Или Вот Например Время Проходит Привыкли Вы Говорить В средстве Установившегося Неверного Понятия Время Вечно Проходите Вы Или Например История Это Роман В Который Верят Роман Верят Вообще Нам Все Годится Пока Да Или Мир Превосходная Симфония Каждый Из Людей Представляет Как бы Отдельную Ноту Немало Однако Между Ними Таких Что В общей Гармонии Ее Составляют Только Необходимую Паузу Вот О границах И о том Когда мы Становимся Хотя бы Чуть-чуть Больше Своих Границ Неблагодарный Не забывает Оказанных Ему Услуг А только Старается Их Забыть Вот Если Что-то Писать Например Про князя Волковского То это Роскошный Эпиграф К сочинению Да Вот Дальше Нужда Это Шестое Наше Чувство Заглушающее Нередко Все остальные Вот А это Просто То О чем Мы с вами Говорили На Вот В течение Сегодня Да Первый День Как о базовом Вот этом Свойстве Человека Ощущать Прежде всего Как базовое Чувство Да Свою Нужду И свою Недостаточность Вот С высокими добродетелями Человек поступает Совершенно так же Как с высокими горами Он удивляется им И затем Обходит им Их Вот Ну и Достаточно Пожалуй Да То есть Понимаете Все те тексты Которые далее Будут упомянуты Или ранее Были упомянуты Они Точно Имеют отношение К тексту Достоевского Не меньше Чем Вот эти Вот Несколько Острот И Шуток Которые Я вам показала Да От этого Самого Сафира Вот И То есть То есть Когда Достоевский В тексте Кого-то упоминает Это текст Который Всегда Не просто Имеет отношение А как бы Он рассчитывает На знания Читателям Этого текста Есть целый ряд Вещей Которые В произведении Могут быть поняты Только через этот Проход Вот Поэтому Всегда Хорошей Хорошей возможности Тема для исследования Это берем Упомянутый текст И пытаемся понять А почему он вообще Тут был упомянут Что собственно В этом месте Такого Что раскроется Нам совершенно Иным образом Совершенно В других масштабах Если мы еще Будем знать Что вообще Написано Вот в этом тексте Вот Дальше Да Герой Просыпается Тут все важно От сильного Озноба Но я хочу Все-таки Вот это вам Показать И вот Происходит Собственно Вот эта Вот Ситуация До столкновения Вот этот вот Скандал Да Такой Когда Старик На кого-то Устремляет Взор В эту минуту Жертвой старика Был один Маленький Кругленький И чрезвычайно Опрятный Немчик Со стоячими Тугонокрахмаленными Воротничками И с необыкновенно Красным лицом Приезжий гость Купец Из Риги Адам Иванович Шульц Как узнал я После Короткий приятель Миллеру Но не знавший Еще старика И многих Из посетителей Значит С наслаждением Почитывая Дорф Барби Я даже не знаю Что это Текст Должна вам Признаться То есть Это Да Это Тот самый Сельский Продобреет Судя по всему Что-то такое Вот Но Вот И попивая Свой пунш Он вдруг Подняв голову Заметил над собой Неподвижный Взгляд старика Это его озадачило Давайте на него Посмотрим Еще раз Маленький Кругленький Чрезвычайно Опрятный С необыкновенно Красным Рецом С одной стороны Прямо Да Тот Вот Такой Этот Самый А этот Вот Вообще Вот Такой Еще Почему-то Красный О Спасибо Мне хотелось Чтобы это Сказали Вы Дальше Мы увидим Еще Добавляющиеся Детали Значит Он Видит Неподвижный Взгляд Старика Это его Сначала Озадачивают Ну потому что На солнце Нельзя смотреть А дальше Это его Начинают Возмущать Но Да Ему Показалось Да что Странным И обидным Да А дальше Смотрите Тот же Упорный Взгляд Та-та-та Смолчал Адам Иванович И в этот раз Но когда Тоже Обстоятельство Повторилось И в Третий Он Вспыхнул И почел Своей обязанностью Защитить Своё благородство И не уронить Перед благородной Да Публикой Прекрасный город Ригу И дальше Значит Что он сделал Весь Опять Весь И Нет Еще Еще раньше С нетерпеливым жестом Бросил он на стол Газету И пылая Собственным Достоинством Весь Красный От пунша И амбиции В свою очередь Уставился Своими Маленькими Воспаленными Глазками На досадного Старика Нам уже достаточно Чтобы мы заметили Да То есть У нас Вот это Вот солнце Как раз Которое Сейчас Начинает Побеждать Эту тьму Да То есть Вот тут Тут прямо Вот это Вот какой-то Миф Да Земли Зимы Зимы Да И солнце Да Вот разворачивается Прямо Причем он Заметьте Еще он сел У печки Почему тот Собственно На него смотрит Потому что он Его место Занял Вот Вот Какая-то Какой-то Очень странный Миф Разворачивается Внутри Вот этого Вот Вот этой Встречи Да Вот что-то Такое И дальше Там будут Еще очень Интересные Слова Да Он просит Вас На него Прилежно Не взирает Вот А вот эти Слова Да Прилежно То есть Как будто Это Да С одной Стороны Что-то Кому Поклоняются Да Взирать Высокий Стив Да Да Прилежно А с другой Сторон Тот На кого Нельзя Смотреть Вот И вот Это Да Вот это Столкновение Солнца И вот Это И мертвого Столкновение Солнца И мертвого Мира Здесь Вот этого Уже Умершего Вот И вдруг Выясняется Да Что Что мертвое Оно и есть Мертвое Да Что как бы Дело не в том Что он кого-то Хотел обидеть А он просто Вот Как тот Снеговик Который тает Да Как тот чучело Который Рассыпается От взгляда Этого Солнца Да И дальше Смотрите Что происходит Дальше Дальше Происходит Что все К нему Впервые Бросаются С теплотой Разной Все понимают Что Его не за того Приняли Да И И К нему Ему Начинают Оказывать Внимание Любезность И даже Приносят Рюмку Коньяку Вот И все Но это То что Его как бы Дотапливает С одной стороны Да Вот умершая Вот эта Половина Его Вот этого Вот этого Контейнера Да В котором Был остаток Чувства любви А с другой Стороны К нему Все бросаются С тем Что ему Уже Нечем Принять Вот И тут Вот все Как бы Он совсем Рассыпается Расплывается Да Он умирает Но он Умирает Все равно Как бы В этом В том состоянии Когда к нему Обращено Вот это Человеческое Внимание Когда Оно Опять Вновь К нему Вернулось И он Не умирает В результате В одиночестве И его Сопровождает Да В смерти Иван И его В результате Хоронят И восстанавливается После долгого Перерыва Какая-то Вот Нормальная Естественная Связь Человеческих Отношений Можно Да Конечно Если посмотреть Что старик Успевает Сказать То он Зовет По имени Собаку Потом Он говорит Душно То есть Это тепло Которое Он так долго К себе Не подпускал Получается Оно Действительно Его Дарит Где-то Даже Ну потому Что вдохнуть Не может Да То есть Про то Где у него Дочь Была Дочь Осталась Внучка И все Это Последит И по сути Он не просто Вспоминает А он Для того Это Говорит Чтоб Он Пошел То есть Он Эту Связь Успевает Завязать В последний Момент Да Может У меня вопрос Так Или еще Не пришло Время Задавайте Задавайте Да Тогда Почему В эпилоге Он Является По сути Это Сон Конечно Невик Понимает С одной Сторон Что Это Но Почему Он Так Страшно Ей Является Почему Это Пугающе Ведь О чем С одной Стороны Говорит Невик Что Жива Мать Что Жив Азорка И Жив Дед Но Это Отнюдь Нерадостное Какое Ожидание Она Ведь Понимает К чему Все Идет Хотя Она Ребенок И По сути Последний Ее разговор С Иваном До Благословения И Прощания Со Всеми Это Пересказ Страшного Сна Когда Она Не Верит Что Дед Умер И Она Вспоминает Его Потому Что Это Очень Важно Видеть Как Это Там Действительно В Тексте Как Оно Об Эт Рассказано Так У Него Всегда И Дети Это Самые Взрослые Взрослые Понимаете Да Да Так Сейчас Сутич Взрослые 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 На П Она Взрослые С Wein Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что опять как бы... Это ведь мы же понимаем, да, что это такое Это же ведь состояние посмертия, да, для них, которое вот открывается Вот, и это в том числе вот это состояние посмертия для того, кто не простил Вот, который... Да, ага Может быть, я не знаю, может быть, это будет, конечно Давайте Может быть, это определенная форма мести со стороны старика Она дала... Она сделала так, что их не простила Наташа То есть она дала им счастье И это счастье его не было у семьи, собственно, матери Нелли и ее отца То есть он ее не простил И теперь он попрекает ее, что она дала это счастье кому-то другому Он является и говорит, что она воровка Жена украла это счастье Давайте все-таки прочтем Вот, вообще, это очень важно Потому что еще раз У нас возникает всегда пересечение контекстов Еще раз повторю Да, и какие-то наши эмоции, впечатления и так далее Накладываются на первое восприятие текста Давайте все-таки перечитаем, чего у нас именно написано, да? Я и сама все думала, что это только сон, сказала Нелли И не говорила никому Только тебе одному все рассказать хотела Но сегодня, когда я заснула после того, как ты не пришел То увидела во сне и самого дедушку Опять-таки, если считать, что все слова важны То очень важное место сна Я заснула после того, как ты не пришел Можно чуть-чуть еще идти раньше Я сначала еще мать живу С матерью как живу общаться Давайте, да Мамаша мне часто говорит о дедушке И когда я вчера сказала ей Да ведь дедушка умер Она очень огорчила и заплакала И сказала мне, что нет Что мне нарочно так сказали Что он уходит теперь и милостыню просит Так же, как мы с тобой прежде просили, говорила мамаша И все ходит по тому месту, где мы с тобой Вы первый раз встретили Когда я упала перед ними А зодка узнал меня Похоже, он-то наказанный действительно Совершенно верно Да, вот спасибо, что вы нас туда вернули Потому что это вот именно Вот это и есть по смерти А она в другом месте И она не знает о том, что с ним случилось Ну то есть она знает, что с ним случилось Но просто она не понимает Почему к этому можно применить слово умер Да Вот То есть, да На самом деле нет В каком смысле Это другая жизнь По идее должно быть начало жизни Но вот где начинается это начало Да, а с мамой, заметьте Нелли видится все время Потому что это просто рассказано Как то, что Ну а девай А вот она мам А мамаша даже Она мне все время говорит Да Мне часто говорит о дедушке Вот И когда я сказала ей То есть Вот еще Нелли ангел Да Которая В этот момент Она уже между мирами Вот то самое сведригайловское Да Когда умрет Тогда и окончательно Перейдет в другой мир То есть Она не просто на границе Она уже вполне себе Вот туда-сюда ходит Ну вот И вот Это место Где есть дедушка О котором Мамаша ей рассказывает Это действительно Место наказания Потому что он ходит Вокруг вот этого места Непрощения Последнего Да Когда уже Вот когда она Буквально уже Да Жизнь к его ногам просто Да Вот Выкашливала Ну вот А он все равно не простил Вот И вот И вот он И душа и привязана К этому месту Она там и будет Так ходить Вот это Совершенно точно Мы ничего сейчас Не натягиваем И не придумываем Потому что Первая Первый эпиграф К первому роману Достоевского Взято живого Взято живого Мертвеца Адоевского Где собственно Именно про это И рассказано О том как душа Привязана именно К тем местам Где остались Обиженные ей Где как бы Жизнь души Начинается Только Открывается Только в тех местах Где разворачиваются Последствия Ее Посмертные последствия Прижизненных поступков Вот собственно То наказание Которое нам доступно Допустим Из учреждения Рассказа Адоевского Видно Потому что в тот момент Когда Человек сам понимает Что он сделал Требует себе Наказания От нас закрывается Вот то что То что там Могло бы стать Видно да То есть вот Есть какие то разные Этапы по смерти И вот этот этап По смерти Для него уже наступил Здесь И вот Да дальше И я все думаю Что это только сон Да Но сегодня Когда я заснула После того как ты не пришел То есть опять таки да Вот Это всегда да Связано с тем Что с этой стороны Пришла та любовь Которую я опять же дала Вот И вот То есть любовь Начинает иссякать И тогда Актуализируется Вот эта связь Сразу да И он сидит у себя Сидел у себя дома И ждал меня У себя дома Это ведь у Вани дома Мы же понимаем да Вот И был такой страшный Худой Сказал что он два дня Ничего не ел И Азорка тоже И очень на меня сердился И упрекал меня То есть здесь дело не вместе Здесь дело в голоде Потому что он Последний как бы вот Да Вот опять мы говорили да Что они как Края вот этой вот Капсулы Которая какая-то Чучело старой любви Да И вот он какой-то Последний в этом ряду И в этих отношениях И он Вообще у него нет Никакого доступа Никакому ресурсу Потому что он убил эту любовь Да Вот последним отвержением И он теперь может получить только от кого-то Вот она Вот она его последний Ресурс Потому что Почему кстати Почему кстати Вот у него к маме Нету никакого доступа А к Нелле есть Потому что она приходила к Нелле Потому что она приходила Потому что он ей Он же не купил только стиль Он же не купил Он же ей это давал Он говорит Только ты что бы вот матушке не давала То есть матушке ничего он не дал Не за что А тут есть вот эти последние луковки Потому что все Потому что все что он Хорошего подал Сделал за свою Вот последнюю жизнь Они все к Нелле ведут Вот Он ей не только материальные вещи давал Он еще с ней занимался Он ее учил Да То есть Это вот эта последняя Вот эта вот ниточка Которая тянется К Нелле Вот И да И вот И вот он ходит Больной Да Тогда он уже был совсем больной Когда приходила Да И вот Она Это она рассказывает Нет А Да Вот как я услышала Это от него Это сон уже Да Опять Сегодня и думаю Пойду стану на мосту Буду милостыню просить Напрошу Куплю ему хлебы Вареному картофелю И табаку Вот Будто я стою Прошу Вижу Дедушка Кукла ходит Помедлит немного Подойдет ко мне И смотрит сколько я набрала То есть Она же не отказывает Ему сначала В помощи Туда Вот в этой Она наоборот Думает Что она пойдет И ему напросят Опять И почему она так просит Потому что больше У нее Она единственная Его связь со всем этим Вот человечеством Он ни у кого больше Не может просить Только у нее А она пойдет И ему напросят Но он ходит еще Ее сторожит Как Как вот тоже При жизни Как будто она Что-то от него Когда вдруг Он на нее посмотрел Не как на свою Внучку Которую он дает А как опять на ресурсы Которую можно тянуть Помните Да она рассказывает Что он Вот И вот тут то ей становится Страшно По-настоящему Да Вот Нет ты у меня воруешь Да и бубна И он солидаризуется Здесь еще с бубновым Он солидаризуется С ее гонителями То есть тут нет мести Тут есть вот эта вот Алчная жажда Я у тебя оторву Да потому что Дай мне Потому что я голоден И из тела у тебя вырву Но я голоден Потому что Вот Тут нету никаких Вот этих вот Других идей Здесь Чистая вот эта вот Жажда И голод Страшный То есть Нелли становится Источником для всех Можно еще про Нелли Давай Хорошо Получается Вот после этого разговора Они решают Устроить для нее Цветочный праздник И Маслобоев Который уходит Но не уходит И большой разговор С Маслобоевым Где выясняется Что То есть То что было понятно Давным-давно Наконец Маслобоев Проговаривал Что она Законная дочь А что такое Нелли законная дочь Для Алеши Это означает Что Алеша Незаконный сын Почему Потому что Если он Будучи женат На матери Нелли Женился То Алеша Незаконный сын И когда Маслобоев Во всяком случае Там большие проблемы Да Он просто Незаконный враг Незаконный сын И последнее Когда Маслобоев Уходит Он был женат На матери Нелли И она Умерла Только Он женился На матери Алеши То есть Алеша Старше Нелли То есть Нелли Напоминаю Еще раз Про этот Первый роман Ее Что называется Со своим сюжетом То есть История Рассказчика Закончилась А Эта история Вообще Она получила Просто человека Который Возможно Будет ее Как-то Продолжать Развивать То есть Что называется Странное приключение Не закончилось Для этого Участников Просто Ваня Уходит Но там Есть еще один интересный момент Потому что вы сразу Как-то перешли к завершению Да Что типа Кто-то Кто-то помнит про все Что князь сделал Да Но Маслобой В тысячу Что сделал Он же две тысячи взял Да Вот То есть Вот Если уж говорить о Нелли Как о ресурсе То она и для маслобой В ресурс Вполне себе Потому что Там же ему Ваня Прямо говорит Да Что же для Нелли Так как же ты Вот А что же для Нелли То есть он Нелли Продал за эти две тысячи Да Потому что Ну он Понятно Все все понятно Да Что-то Ничего доказать нельзя Там и так далее И так далее Че биться Если все равно Ничего не сделаешь Да Но Он тоже То есть От Нелли Все получили Да Именно Что она Вот этот Вот оказался Вот этот Вот центральный ресурс Ресурс Так глубокий источник Вот И И смотрите Ведь С одной стороны Боится заснуть Потому что Дедушка увидит Да И кстати Успокаивается Наконец Крепко Обняла Меня А все-таки Я не могу Тебя покинуть Ваня Сказала она Прижимаясь К моему лицу Своим личиком Если бы дедушки Не было Я все равно С тобой Не расстанусь Вот То есть Вообще Тут на самом деле Возникает Такая странная Конфигурация Которая Которая Еще Наверное Надо Еще Несколько раз Перечитать роман Чтобы в ней Хорошо разобраться Потому что Еще раз Ваня в этот момент Живет Дедушка на квартире Вот А Они В каком-то Смысле Вообще Накладываются Друг на друга Да Вон туда и Входят Чтобы Так сказать Увидеть Продолжение Жизни Вот Этого Самого Старика Да Тех Кто Придет Потом Ну вот И вот Смотрите Да У нас С одной Стороны Как бы На груди Вани Прячется От дедушки Но говорит Ну Вань Даже Да Причем Дедушку То она Не хочет Бросать Она Тоже Как бы Она Готова Его Кормить Но Только Ей Уж Очень Вот Это Страшно Что Страшно Вот Это Вот Нечеловеческая Алчность Голодный Дух Он Буквально Вот На нее Вот Но вот Все-таки С тобой Я не Расстанусь А мы Еще знаем Что Ваня Это Пишет И как Раз На пороге Смерти Вот То есть Там Еще Вот Такая Вот Цепь Но Это Что Значит Я с Тобой Не Расстанусь Это Не То Что Я Тебя Туда Утягиваю Да А Это То Что Я Тебя Там Встречу Да И Получается Вот Такая Вот Совсем Другая Цепь Существ Да Как Она С мамашей Разговаривает Да И Недаром Вокруг Нее Возникает Рай Потому Что Она Человек Который Преодолевает Вот Эту Границу Вот Эту Границу Между Живым Живым И Мертвым Потому Что Все Живы Вот Ага Пожалуйста Я Хотела Прочитать Фразу Которая Меня Очень Впечатляет В этом Романе Как Раз Про Перед Вот Это Взаимодействие Цепания В самом Начале Говорит Помню Пришло Мне Тоже На Мысль Как Было Бы Хорошо Если Б Каким Нибудь Волшебством Или Чудом Совершенно Забыть Все Что Было Что Прожилось В последние Годы Все Забыть Освежить Голову И Опять Начать С новыми Силами Тогда Еще Я Мечтала Об этом И Надеялся На Воскресенье Хоть Б Сумасшедший Дом Поступить Что Решил Я Наконец Чтоб Перевернулся Как Нибудь Весь Моз В голове И Расположился По Новому А Потом Опять Вылечиться Была Жажда Жизни И Спасибо Совершенно Тоже Замечательная Гениальная Идея Вы про нее Сами хотите Что-нибудь Сказать Я могу Ничего Небо Потому Что Да То есть То есть Есть Такая Перемена Ума А мы Все знаем Что на самом Деле То что Мы называем Покаяние Это По гречески Метанойя Это как раз Именно Вот этот Переворот Ума Перемена Ума Почему Это Совершенно Не работает Вот то Что У нас Вот это Вот Покаяние Типа Я Я Я Назвался Грехи Сказал Что Раскаиваюсь Через неделю Пришел с ними Же Сказал Что Раскаиваюсь И так далее То есть Мы что-то Видимо Не то делаем Вот Потому что Перемена Ума Это Такое Состояние Перезагрузки Когда То Что Раньше Ты делал Как Вот Что-то Естественное Да Вот То Что Мы Типа Повседневные Становится Вот это Можешь Сделать Что Просто Это Совершенно Чуждо Тебе То есть Вот Ну Говоря Современным Безыком Поп Биология Да Нейронные Связи Все Перестроились То Что Для Тебя Было Первым Жестом Который Ты Производил А Ну Там Разрыв Нейронной Связи Все Вообще Все В другом Месте Ты Вообще Забыл Как Это Делается Вот Что Такое На самом деле Перепокаяние То есть Что Такое Вот Это Перемена Ума Как Она Мыслилась По-гречески И как Она Потом Входила В общем В нашу Культуру Но Что-то С ней Случилось И Какая-то Она Стала Друга Вот Так Вот Он Тут Хочет Собственно Вот Этого Но Да То То Вот Этого Преображения Да Преображения По сути Воскресенье Вознесение Опять Такие Того Что мы Вчера Видели В иконах То Что Прерывается В момент Вознесения Вот Вот Эти Соединения Да Того Мира И этого Мира Да Вот Этих Вот Природ Вот Эта Проложенная Дорога Для Первого Человека Который Потом Туда Поднимется Для Богоматери Да Вот Все Как Все Преграды Сметены В этот Момент Вот И Но Что же Тогда Делать Да Неужели Опять Роман И писать И тут Тоже Очень Многослойное Высказывание Потому Что С одной Сторон Нельзя же После Этого Жить Как Жил Да И Продолжать Опять Вот Эту Свою Там Потому Что Он Показан В Патагонной Системе Работы Да Когда Он Там Сидит И Компулятивные Статьи Составляет Да То То Кстати Компулятивная Статья Тоже Страшно Интересная Вещь Внутри Одного Текста Да Буквально По сути Жанра Вот Оттуда Взял Оттуда Взял Оттуда Взял Все Соединен И получилось Наглядное Исследование Одной Вещи Да То Что Как Мы Все Вот Но Это Одновременно Это Вот Эта Работа Как Б Как Б Поверхностного Слоя Бытия Да Такого Вот Хотя Он Говорит Я Каждый Раз Увлекаюсь Да И Те книжки Из которых Я должен Был Только Выписать Вот Эти Сюжеты Я Начинаю Читать Насквозь И Я Туда За ними Ухожу В эти Пространства Вот Но Одновременно Да Да Давайте Давайте Я Просто Ну Может Вы Ну Хорошо Вы Скажете Давай Я Эту фразу Воспринимала Именно В стыковке В той Первой Фразе О том Что Когда Я пишу Роман Я ставлю Эту точку Грубо говоря Я получаю Этот опыт То есть Неужели Я вот Это все Перестрою Перестрою Но я Опять Буду Получать Вот Этот Опыт Я Опять Буду Ставить Эти точки И Опять Это Проходить И В то же Время То Что Вы Сегодня Прочитали Фразы Вот Этого Софира Я Тоже Про Него Сразу Пела Что Роман Это История В Которую Никто Не Верит То Опять Вот Повторением Того Что Достоевский Назвал Насущного Видимо Текущего Вот Этим Круговоротом Но С другой Стороны Неужели Опять Романы Писать Это Может Быть Воспринято И В негативном Смысле Но Неужели Опять Вот Эта Всей Ерундой Как С другой Стороны Это Может Быть Воспринято В совсем Другом Смысле Позитивном Потому Что Мы Уже Поняли Что Бог Он Тоже Творец Своего Романа Который Называется История Вот И Просто Эти Романы Можно Создавать Как бы Тоже На разных Уровнях Бытия Глядя Из разных Точек На них То есть С одной Стороны Это Нечто Этот Способ Письма Достоевский Очень Мощно До конца Пробует В записках Из подполья Почему С ними Вообще Никто Ничего Не Понимают Традиционно Потому Что Там Каждая Фраза Несколько Раз Переворачивается То есть С одной Сторон Он Говорит Что-то Которое Кажется Очевидно Очень Плохим И Неприятным А с Другой Стороны Там Внутри Появляется Какая-то Какая-то Возможность Прийти К чему-то Совершенно Другому И Прийти Туда Можно Именно И Только Вот Этим Ж Указанным Путем Это В Книжке Все Есть Поэтому Еще На Этим Даже Останавливаться Не Буду Вот То есть Но Здесь Это Вот Уже Начинаются Вот Эти Вот Фразы Которые Многократно Оборачиваются То есть С одной Стороны Вот Это А с Другой Стороны Если Повернуть Вот Чем Собственно Еще Занимается Любой Творец Любого Уровня Да Тоже Все Равно Пишет Роман Да Вот А с Другой Стороны Да А может Быть И Этот Роман Или Эта История Тоже Да Имеет Свою Точку И Все Вместе Начинают Опять Что Другого Потому Что Роман Это Все Роман Там Остается Вот Эта Вот Идея Любовного Сюжета Роман Это Роман Роман У них Да У них Роман Нам Понятно О Чем Идет Речь Если Мы Про Слышать Коллег На Работе Вот То есть Романы Это Ряды Любовных Историй Ну Вот А Как Раз Опять Таки В Маше Лежит На Столе Буквально Через Три Года После Этого Достоевский Запишет Единственное Что Отличает Жизнь Того Века Единственное Что Нам Известно Это Не Женятся И Не Посягают Прекращаются Как раз Эти ряды Любовных Историй И Начинают Которые Не устраивают Никак Ведь О Чем Еще Собственно Униженные Оскорбленные О том Что Все Эти Любовные Истории Они Совершенно Неудовлетворительны Ни С какой Точки Зрения И Именно Потому Что Они Выталкивают Из них Других Сразу Возникает Вот Эта Боль Потому Что Ее Ну да Наташа Любит Катю Катя Любит Наташу Они Вместе Любят Алешу Наташа Любит Ваню Почему Тут Вообще Кого-то Нужно Вытолкнуть Да Собственно Все Страдает От Того Что Никого Не Выкинешь Алеша Там Умирает Буквально На самом Дель Не Ну Он Такой Угодно Мы Можем Психологически Растоптать Прям Медленно Но Умирает Он Именно От Того Что Он Вдруг Почему Для Него Совершенно Непонятно Для Князя Мышкина Это Будет Непонятно Совсем На другом Уже Уровне Должен Выбрать Между Этими Женщинами Которые Безмерно Для Него Дороги И Та И Друга Вот И Там Везде Вот Это Собственно Конец Да Как Мы Могли Быть Счастливы Но Это Уже Тоже Сейчас Почти Невозможно И Родители Специально Увозят Наташу От Вани Потому Что Есть Вот У них Чувства А тут Уже Все Как Все 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 Порушено Почему То Почему То У нас Такие Представления Обо Всем Этом Что Что Это Любовь Да Понять Он Посадил И Скажет Что Почему То Их Мне Говорит Что Мы Тебя Вот Тут Ваня Оставляем Но Он Не Предложил Мне Поехать Да Именно Из-за Того Что Он Знал О Моих Чувствах К Наташе То То Есть Оказывается Здесь Внутри Вот Этих Романов Да Внутри Этих Романов Любовь Работает На Разъединение Все Время То То есть Любовь Существует Совершенно Несвойственной Ей Функции И Поэтому Ну что Опять Роман Написать Насколько Уже Можно Да Вот Вот В этой Вот В этой Вот Плоскости Оставаться Где Все Не то Что Не то Чем Оно Должно Быть Вот Я Работаю На Разъединение Так Да Все К сожалению Ну мы В хорошем Месяце Да Я Как Слушала Слово Таня Что Таня К сожалению Там Будут ждать Люди Нет Там 15 Минут Еще Три Минуты Для Кати У нас Точно Есть Вопрос Короче Потому Что Комице Няня Не Прощает Кня Прощает Меня Очень Породили Потому Что Она Постоянно Говорит Про Пасху Что Все Прощают На Паспорт И Не Прощайте А Потом Она Сама На Пасху Не Прощает А Значит Мы С Таней Приняем И Таня Говорит Ну Не Факт Что Потом Принят Прощение Все Указывает На То Что Он Белик Но У меня Это Ответ Н Та Это А Сейчас Еще Когда Мы Читали Сон Как У нее Есть С Дедушкой У меня Сразу Миск Поворачивалась Да У меня Правда Миск Поворачивалась Кать Громче Только Чуть Чуть Потому Что Вы Сейчас Сказали Что Дедушка Бродит По тем Местам Где Он Обидит Да И Он В Эту Обиду Ждет Нелли И Тоже Что Вот Этот Факт Что Нелли Дает Всем Это Его Спасение Ну Как будто Через Минусердие Нелли Он Сам Спасается Да Ну Хоть Какую-то Крошку Во всяком Случа Для Продолжения Жизни Он Получит Да Там Интересно Что Говорит Я Ничего Себе Не Спрячу Нет Говорит Ты У меня Воронеж Мне Блога Говорила Что Ты Воровка И Потом Говорит Ты Украла Один Фитак Как Ты Украла Один Фитак И Мне Очень Настаивают Да На Это И Я Сразу Думаю Может Про Это Непрощение Что Все Так Остается Вот Это Место Который Нелли За Очень Хорошо Да И Это Не Прощение Которое Не Дает Князю Это Пример То Что Он Ждает Потому Что Сам Дедушка Натворил С Этим Прощением На самом Деле Все Совершилось А Вот Это Последний Питак Она Не Дает И Это Собственно То Что Ее Связь С Дедушкой Укрепляет Да То Есть Мама То Ничего Не Знает Но С другой Стороны Но С другой Стороны Мама Это Та Которая Научила Нелли Не то Чтобы Не прощать Но К ним Не Ити К ним Не Ити Князь Мог бы Сделать Хороший Поступок И простить Но Она Не Дает Ему Это Возвращение Нет Может Может Он И Не Мог Но Возможность Его Лишили Ему Не Дали Этого Шанса Нет Понятно Не Ходи К ним Даже Если Тебя Будут Звать Не Ходи Но Письмо То Она Написала Ему В конце И Сказала Нелли Иди К нему С этим Письмом А она Сказала Я Не Пойду Вот То есть Вот Она Нелли Тут Тоже Вот Совершенно Верно Спасибо Вот Очень Очень Важно Нам Было Договорить Это Как же Вот Да То есть Все Все Да Все Все Равно Оказались Вот Этим Вот Изъяном Смотрите Да Единственное Что создает Для нас Изъян Это Вот Это Наше Непрощение То есть Вообще Да Все Что С нами Делают Другие А уж Что Другие С Нелли Сделали Оно Вообще Нас Никак Не Повреждает На самом Деле То есть Мы Страдаем Но Не Повреждаемся А Повреждаемся Мы Только В тот Момент Когда Мы Сами Отказываем От Прощения Спасибо Катя Вот Очень Хорош Свершение У нас Ну А мы Еще В апреле Все Встретимся И будем Об этом Договариваться Я хотела Еще Татьяна Санна Вас Поблагодарить От всех Благодарить Ольгу Сергеевну Потому Что Когда Ко мне Подходили И говорили Что Это Музей Человеческим Лицом Что Мы Приходим И Там С Нами Разговаривают Я Сегодня Была Так Счастлива Потому Что Когда Мне Сказали Что Кто Кто В Новгороде Утром Раньше Сказал Ну Что Что Вы Будете По Улить Сходить Давайте Идите К Нам Вы Знаете Это Были Такие Совершенно Удивительные Минуты Счастья Поэтому Все Сделал Музей Новгород Гилья Советников И Божь Президент Граф Спасибо За все Спасибо Вам Спасибо Спасибо И И И Вот Мне Нужно Как Найти Вот Этот Мотив